МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Кулович. Сегодня в выпуске. В новом выпуске программы «Днями». Детям для счастья нужны родители, в первую очередь. Все. Первый день лета – Международный день детей. У меня есть мама, у меня скоро будет братик. Да, второй уже. Ну, и семья, конечно, самое главное для счастья. Право на счастливое детство. Я много лет живу по такому принципу. 24 часа на улыбке. Так легче жить, так лучше жить, так правильнее жить. Александр Солодухов в студии программы «Днями». О детях, музыке и жизни. Ломоносов добивался своим путем. Он пешком с Архангельска ходил в Германию, чтобы учиться. А тут свое желание. Трактор из Запорожца, газона и стиральной машины. Творение рук деревенского умельца. Это просто благодать Божья, что у нас. Спасибо большое, да. Это человеку, который вот остановившись, подумав, делал. Да тем более Николая Угодника. В школовских заходах на горке строят церковь. Очень приятно играть в Кировске. Всегда атмосфера замечательная, замечательные болельщики. В Кировске пляжа нет, но есть пляжный футбол. Начались каникулы. И это главное событие для школьников и их родителей. Наступает пора летнего оздоровления. И за исключением тех, кто заканчивает учебу и сдает экзамены, у детей сейчас одна обязанность – хорошо отдохнуть. Набраться сил и получить кучу положительных эмоций. Оздоровление в Могилевской области пройдут 42 тысячи детей. И почти половина из них в загородных лагерях. Как начинается лето в Могилевском районе, расскажет Кристина Каранкевич. Дети с чемоданами, родители в провожатых. Фойе напоминает вокзальный зал ожидания. Первый день в лагере всегда так начинается. На первую смену в оздоровительный лагерь Дубровенко ожидают 240 ребят. Причем не только из Могилевской области. Расскажи, что тут интересного в лагере? Что тут много друзей можно завести. Тут гулять можно, свежий воздух. А сколько тебе лет? Уже семь. Семь, короче, тебе можно уже в лагерь? Да. А тебе хотелось? Да. А чего не хватает для счастья ребенку? Наверное, еще других детей, чтобы познакомиться веселье. В загородный лагерь берут с шести лет. Даже таким малышам здесь интересно. Это же свобода, которую мы, родители, иногда чересчур ограничиваем. А стать более самостоятельным наверняка хочет каждый ребенок. В начале смены всех детей обязательно взвешивают и даже измеряют мышечную массу. За 20 дней, говорят в лагере, ребята и подрастут, и сил наберутся. Дети отдыхают хорошо, дети поправляются, дети на свежем воздухе кушают хорошо. Это наша цель. За детский рацион отвечают повара. В их меню каждая калория на счету. Когда питание шестиразовое, как-то и чипсов не хочется. Ну, разве что иногда. Что на первое? Суп гороховый. А детям нравится? Нравится. Святая святых любого лагеря, столовая. Здесь детей кормят практически на убой. Здесь и первый, и второй, и третий. И в голодном точно не останешься. Привет, скажи, вкусный суп? Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Каникулы в этом году пройдут под девизом «Лето – время открытий». И воспитатели стараются, чтобы дети не скучали. Наша первая смена называется «Каждый день необыкновенный», поэтому он для детей будет на самом деле необыкновенным. Здесь будет много спортивных мероприятий, таких как футбол, волейбол, будем ходить в бассейн, так и различных творческих. Но родителям остается только желать хорошего отдыха своим детям и себе, конечно, тоже. Чего вы пожелаете всем детям в эти летние каникулы? Оздоровиться, конечно, и набраться сил к учебному году. Здесь можно познакомиться, найти много новых друзей, и расслабиться, отдохнуть от дома, на свежем воздухе подышать. Вожатые никогда не скучают. Если тебе скучно, они себе разоселятся. Но тут никогда не бывает скучно. А дискотеки есть? Конечно. Каждый вечер, даже если дождь, мы идем в какое-нибудь здание, и там тоже проводятся дискотеки. Ну, лето должно быть веселым, жарким, ярким. Таким должно быть лето. Море друзей, позитива. Да, ну, так, отдых от дома, от школы, от всего, даже от нас, от родителей. Этим летом в Могилевской области будет работать 20 загородных лагерей, по 4 смены каждый, а еще школьные, спортивные, и на выбор, кому что нравится, чтобы лето было на пользу, а главное – на здоровье. Удаляйте! Интонация, конечно, детская. Потому что во многих странах мира первый день лета отмечается как День защиты детей. Это, кстати, один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении приняли еще в 1925 году. А отмечать каждый год стали после Второй мировой войны, когда основным мотивом этого дня было сохранение мира. Сейчас самыми актуальными темами стали противостояние абортам, насилию в семье, а также поддержка онкобольных. Мы хотим защитить право наших детей быть счастливыми. О детях Могилевщины в цифрах и мнениях. Познакомьтесь с любительницей бананов. Это Милена. Она счастливая? Я думаю, что очень. Потому что у нее есть мама, папа. Мы ее очень любим. Итак, в Могилевской области живет более 200 тысяч детей. Дети – это от младенцев и до подростков в 18 лет. Но больше всего у нас почти 90 тысяч малышей в возрасте до 7 лет. Скажите, пожалуйста, что нужно детям для счастья? Внимание. Ну, любовь родителей – самое главное. Что еще нужно? Все. Игрушек побольше. Ну, можно в лужу сходить, и будет вообще замечательно. Можно даже без игрушек в лужу идти. Будет хорошо. Да, и тогда ребенок будет счастлив. В прошлом году появились на свет почти 13 тысяч детей. Более 40% родившихся детей – вторые в семье. Что касается пола детей, то мальчиков рождается немного больше, чем девочек. Актуальное детское соотношение такое – на 100 девочек – 106 мальчиков. Что бы ты пожелала всем детям? Чтобы они были здоровые. Чтобы мальчики были сильные. А девочки? Красивые. Каждый ребенок имеет право на получение образования. В Могилевской области среднее образование получают более 110 тысяч человек. В дошкольные учреждения ходят более 40 тысяч детей. Если родитель на самом деле искренне любит, уважает своего ребенка, что-то так же немаловажно, и дает ему, наверное, самое лучшее на его взгляд, но и напирает. Говорят, одна из самых больших удач в жизни человека – это счастливое детство. А ты счастлив? Да, конечно. А почему ты счастлив? Потому что у меня много друзей, и я люблю с ним играть. Папа Франциск, кстати, назвал шедевром общества именно семью, где мужчина и женщина любят друг друга. Именно это нужно для счастья детей. Счастливые родители, наверное. А почему именно счастливые? Ну, если они сами не счастливы, они же не могут подарить детям счастье. Поэтому, прежде всего, сами мы должны быть счастливы, чтобы дети наши были счастливы. Что нужно детям для счастья? Семья. Друзья, семья. Чтобы вы их поддерживали. Вы счастливы? Ну, да. Вам что нужно для счастья? Ну, я и так счастливая. Как бы, у меня есть мама. У меня скоро будет братик. Второй. Да, второй уже. Ну, и семья, конечно, самое главное для счастья. Поэтому у меня есть счастье. Сегодня мы пригласили в студию программы «Днями» человека, который в День защиты детей выступил в Могилеве с успешным концертом. О детях и не только о них мы поговорим с известным белорусским певцом Александром Солодухой. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Как вы считаете, что нужно детям для счастья? Для счастья папа, мама, солнце и хорошая аура. А папа с мамой могут создать и солнце, и ауру? Конечно. Вы знаете, ваше мнение совпало с нашим опросом на улице. Мы спрашивали людей, и они все отвечали, что детям для счастья нужны родители. Безусловно, конечно. Поэтому все остальное, наверное, они могут создать и сами. Конечно. У нас есть с вами нечто общее. У нас есть дочери Вари, которые в этом году идут в школу. Да вы что, и у вас. Да, и у меня. Как вы считаете, чему самому главному наших детей должны научить в школе? Что вообще самое главное в жизни? Быть человеком. Мне кажется, что вся семья идет в школу. Да, вы знаете, мы недавно были в школе, у нас уже давно определена 25-я школа, рядышком там, где мы живем. У нас 21-я рядышком, где мы живем. Понятно, да. И вот мы шли на встречу с заучим, и когда мы поднимались с первого этажа на второй, а школа такая яркая, красивая, разные цвета на стенах. И, знаете, меня охватило такое чувство, я говорю, Наташа, говорю, представляешь, говорю, мамуля, говорю, представляешь, говорю, папа в 58 лет идет в первый класс. Вот я и говорю, что родители идут. Вот это состояние, это неописуемое, вы знаете, да. Волнуетесь, я поняла. Не волнуюсь, нет, абсолютно, но какое-то новое. Я помню, мальчишки, когда пошли в школу, сыновья двойняшки, вот, а вот сам, да, а теперь вот третий поход, вы понимаете, сам, да, в 7 лет. Потом, когда мальчишки, да, это, и вот сейчас Варюшенька, ну. Скажите, Александр, я, насколько мне известно, вы медик по образованию, да? Да, я 35 лет назад закончил Минский государственный медицинский институт. Прекрасно, но я вот почему спросила, не хотели бы для дочери, вот, выбрали профессию, может быть, вот, это направление, нет? Мы ее спрашиваем, кем бы ты, Варечка, хотела быть. Вот, например, Наташа ей подсказывает, что маме хотелось бы, чтобы она была врачом. А, вот в маме. В маме, да. А Варя отвечает, я буду балериной, да, один день, другой день она отвечает, я буду певицей. Но все-таки творческую профессию выбирает, да, в семье, вот, глядя на отца. Ну, она уже два года занимается вокалом хореографии, вокально-хореографической студии «Шанс» у нас в Минске. Есть успехи, уже есть дипломы, награды, статуэтки, первые места, дуэты с папой, живьем под минус. А, ну, вот обычно как-то люди творческие редко желают своим детям повторения своего пути. А я и сыновьям, и Варе всегда на этот вопрос отвечал «поживем, увидим». Пусть они сами определяют свою жизнь, свою дорогу. Конечно, мы подскажем, поможем, вот, посоветуем. А что самое главное в жизни человека? Главное – это две вещи. Это найти себя в жизни, заниматься любимым делом, от которого ты получаешь неимоверный кайф и моральное удовлетворение. На работу бежать с радостью, понимаете, да? Понимаю. И второе, опять же, оно первое – это жить с любимым человеком. Ну, в общем, любовь получается на работе и дома, как на крути. Конечно, это самое главное. Ну, вот вы сейчас говорите, я понимаю, что вы человек открытый. Ну, в сегодняшнем мире, сумасшедшем, я бы так сказала, очень многие люди стараются как-то больше уйти в себя, жить своей жизнью. А вот эта открытость ваша, она вам мешает или помогает? Нет, я не умею закрываться. Хотя Наташа мне часто говорит, что уж больно. Больно сделают, да? Слишком ты открыт, много рассказываешь. Ну, вот я так устроен, меня так воспитали родители, и мне так легче жить, да. Я делюсь с народом, с белорусским, всем, что происходит в моей жизни. Ну, раз делитесь, значит, все-таки не боитесь боль. Не боюсь. А тогда откройте секрет. Я поняла, что человек откровенный вы, но как вам всегда удается оставаться таким светлым и улыбчивым? Я много лет живу по такому принципу. 24 часа на улыбке. Так легче жить, так лучше жить, так правильнее жить. И советую это делать всем людям земного шара. Если есть обида, простить, отпустить и улыбнуться. Обязательно, обязательно, конечно. Четыре уровня есть, которые нужно пройти и достигнуть для того, чтобы иметь все. Уверенный в себе. Так. Терпеливый. Бескорыстный. И четвертый самый трудный. Всепрощающий. Выстояв, простить. И тогда перед тобой зажигается зеленый свет и открываются все двери. Это нужно знать и постигать. И вот, пользуясь случаем нашей передачи, эфира сегодня на Могилевском телевидении, я хочу об этом сказать всем, что нужно уметь всегда прощать в любой ситуации и улыбаться. Что ж, спасибо вам большое за это интервью и за то, что вы отдали нам частичку этого света и тепла. Благодарю вас. Да, есть. Дети – наше все. Хотя, конечно, любой родитель вам скажет, что воспитывать их – тяжкий труд. Своих методов воспитания придерживается английская писательница, журналистка и путешественница Эстер Селсон. Например, вместе с мужем и детьми 4 и 2 лет она отправилась на месяц в Индию и потом написала, как самостоятельное семейное путешествие в горы и джунгли привело детей к пониманию того, что горячая вода течет не только из крана. Произведения этого автора доступны пока в основном на английском языке, но одна из популярных цитат в русскоязычном интернете принадлежит как раз Эстер Селсон. Вот ее совет. Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени. Наутилус – это морской моллюск и фантастический подводный корабль капитана Немо. Еще целый мир, который создают для себя люди умные, смелые и творческие. Таких людей мы часто встречаем в журналистских командировках. Вот пенсионер из Дребенской деревеньки сделал трактор на основе старого запорожца и газона, а капот, кстати, из корпуса старой стиральной машины. Второй герой – житель Елизова, вопреки традициям рабочего поселка Стекловаров, завел стадо коров. Как жить? Наши герои отвечают на этот вопрос. Интересно, а главное – с удовольствием. Знакомьтесь, Иван Малашенко – житель деревни Шестаки Дребенского района и его железный конь, на котором он пашет и сеет. Ну что это такое? Это самодельный агрегат для обработки усадьбы. И плух, и окушник, и культиватор. Все. Хозяин называет свой трактор гибридом третьего поколения. Невероятно, но трактор собран из частей запорожца, газа, москвича и уазика. На этом я и работаю, и пашу на них. Ну а третье поколение, потому что это уже не первый трактор в судьбе Ивана Павловича. Ну, если вы в далекую веш залезете, ну, конечно, вы можете знать, может, читали или не читали, как этот Ломоносов добивался своим путем. Он пешком с Архангельска ходил в Германию, чтобы учиться. А тут свое желание и своя необходимость. Иван Малашенко родился в Шестаках еще до войны. Пережил оккупацию, работал в колхозе. Теперь уже на пенсии. Жизнь, жизнь по-разному была. Были и взлеты, были и падения. Ну, как этот Симонов сказал, все главное. А самое главное нельзя никак, никаким путем-то его нельзя осмыслить, что такое главное. Что такое главное, определил для себя житель Елизова Николай Павлов. В этом Осиповичском поселке несколько тысяч жителей. Почти все работают на стеклозаводе. Подсобных хозяйств практически не держат. Ну, вот Павлов решился. Ну, ответ на это хранится в начале 90-х годов. Моему сыну два года. И он просит меня купить ему конфет. И я понимаю, что мне 40 лет. Я не пью, не курю. Работаю 14 часов. А купить в магазине конфет своему сыну немало. На этом все остановилось. Он, кстати, ничего не знал о коровах. Но желание было. От него все и пошло. И как только получается, что у человека возможности и желания совпадают, появляется такой чудак, как я. Теперь у Николая Анатольевича стадов полтора десятка коров. И дело уже не только в доходе. Средств теперь хватает. И всем хватает молока. Просто вместо воды. Воду не пью. Как? Почему? Мне нравится. Оно приятно на вкус. Вода невкусная, она безвкусная. А молоко и полезное, и сытное. Хозяин говорит, что любит возиться с животными. И считает, что именно в этом его настоящее призвание. Как на подиум. Что позволяет Николаю Павлову сделать свой вывод. Настоящий отдых. Это работа в удовольствие. Ну, хотел бы сказать одно единственное. Живите каждую минуту. И ваша жизнь будет представлять сплошную радость. В Шкурском районе к концу лета откроют новую церковь в честь святого Николая Угудника. Деревянное строение на пригорке, сам храм и колокольня, на которые уже звонят колокола, привлекают внимание всех, кто ездит по Оршанской автотрассе. Этому рады местные жители и дачники заходов Евдокимович, которые в новой церкви уже отметили день святого Николая Чудотворца и попросили для себя и всех людей добра, мира и здоровья. Два здания, церковь и колокольню видно издалека. И уже слышно. Я пришла и просто замиранием духа смотрела на величие этого здания. Место на этой горке, говорят, особенное. Здесь уже стояла церковь в старину. Раньше называлась она Ильинская. И всегда были кермаши на праздник Ильи. Люди собирались со всех деревень, приезжали, что-то меняли, что-то покупали, что-то делали. И, естественно, ходили в храм и благодарили Бога за все, что есть. Церковь в советское время снесли, а на ее месте построили школу. Потом не стало и старой школы. Теперь в заходах возводят церковь в честь святого Николая Угудника или Чудотворца. Все помогают, чем могут. То есть работаем на этом объекте в удовольствие. Интересно, что стройка храма идет интернациональный талакуй. Белорусские специалисты сделали фундамент. Молдаване работают с деревом. Купола украинские, а колокола российские. Что касается денег, то церковь строят за счет мецената. Шклавчанин Николай Гришкун выделил на это свои деньги. Про него мало рассказывают, все больше благодарят. Тем более, что в местном хозяйстве уже давно мечтали возродить храм. И вот удалось. Места намоленные. Думаю, что Бог будет нам помогать тоже. Все эти убирать. Все эти убирать, да. На праздничный обряд в честь Николая Чудотворца местных жителей впервые пригласили в храм, еще не достроенный, где уютно пахнет хвоей. Условия походные, но здесь уже есть небольшая икона с ликом святого Николая. Его особенно почитают в народе и обращаются к нему с просьбами. Хочу всем пожелать, чтобы такое же было всегда голубое небо над нами, чтобы наши лица всегда озаряли улыбки. Только так. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Я пожелаю людям такую жизнь, чтобы они приходили на наш храм. На колокольни звонят колокола, освященник, которые приезжают из Шклова, просит прихожан не забывать о том, что каждый из нас может сделать мир вокруг добрее. Добро не проходит бесследно. Это тоже, к сожалению, банальная фраза, но они имеют под собой основание, имеют под собой силу. Поэтому начинать изменять мир нужно изменять самого себя. Церковь Николая Чудотворца – это и новая достопримечательность, где будут останавливаться путешественники, и хорошее место для местных жителей. Будут видеться в храме так, что в деревне. Сидят в своих домиках, никуда, ничего. А так, посещая храм, видя друг друга, молиться в храме, и появится и добро, и добро будет. Будет добро. Горячий песок и оранжевый мяч. В Кировске нет ни моря, ни песчаных пляжей, однако эта бразильская забава здесь давно популярна – пляжный футбол. Его называют самым динамичным и зрелищным летним видом спорта. На Могилевщине эту игру развивают только в Кировске. Здесь недавно прошли игры второго тура чемпионата Беларуси. Как райцентр становится столицей белорусского пляжного футбола, расскажет Илья Соболев. Чем интересен пляжный футбол? Просто тем, что отскок мяча от песка непредсказуем. Игра очень быстрая, и за матч команды забивают не один-два-три, а с десяток голов. Смотрю футбол, и они показывают классный. Динамичная игра, быстрая. Как бы атмосфера поинтереснее, потеплее, поприятнее наблюдать за этим футболом. Чем выше скорости, тем больше градус борьбы. Здесь как в хоккее. Во время матчей судьи разнимают игроков. Развивать этот необычный вид спорта на Могилевщине начали 9 лет назад. Тогда в Кировске появилась первая в регионе профессиональная команда. Мы играли как бы все время не дома, даже нам сложно было тренироваться. То в Бобруйск на пляж ездили, там в рассвете пятачок искали, там волейбольная площадка. С каждым годом команда становилась сильнее, и ей был нужен стадион. В 2015-м в райцентре открылась современная арена пляжных видов спорта. Многие футболисты, начинавшие карьеру здесь, сегодня стали лидерами национальной сборной. Очень приятно играть в Кировске. Всегда атмосфера замечательная, замечательные болельщики. Получаем удовольствие, приезжая в город. Супер. Сегодня в Кировской команде местные игроки. Раньше приглашали футболистов из других регионов, теперь нет. Только свои. Посередине. О, вбегает центр. Как хватает исполнительского мастерства, ребят. Команда молодая. Грубо говоря, там подключили пару человек, еще не сыгрались. Но я думаю, в дальнейшем все будет хорошо. Еще два тура у нас впереди, и там плей-офф. Будем бороться. Просто так никому очки отдавать не будем. Кировск действительно один, наверное, одна из старейших команд в пляжном футболе Белоруссии. Достойный коллектив. И у них всегда было очень правильное направление. Это подготовка молодежи. В пляжный футбол в Кировске играют до первого снега. Этим летом на местном стадионе еще будет много интересных матчей. В июле райцентр примет суперфинал чемпионата республики. А в августе здесь впервые пройдет сбор национальной команды страны. И напоследок о Гоголе. 2 июня 1842 года вышла в свет поэма «Мертвые души». Это произошло ровно 175 лет назад. Созданием книги было много волнений. Цензурный комитет смущало название «Мертвая душа», ведь душа бессмертна. Как известно из истории литературы, Пушкин рассказал Гоголю историю похождения некого авантюриста, скупавшего у помещиков умерших крестьян, чтобы заложить их как живых в опекунском совете и получить суду. Интересный сюжет, но только вот книга «Мертвая душа», написанная Николаем Васильевичем, стала энциклопедией жизни и не только России 19 века. И Чичиков, и Ноздрев, и Манилов, и Собакевич, и Коробочка, и даже Плюшкин. Они все. Мы будем стараться стать лучше. Берегите себя. Программа «Днями». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok